Добрый день! Сегодня на православном канале Экзегет мы с вами продолжаем нашу беседу о библейской истории Каина и Авеля. Продолжаем такой внимательный разбор, внимательное чтение четвертой главы книги Бытия, повествующей нам вот эту историю Каина и Авеля. И перед этим мы с вами поговорили о том, каким образом произошло рождение в этот мир Каина и Авеля, как те имена, которые им дали родители, предопределили их будущую жизнь, характер этой жизни, их жизненные устремления. Сейчас мы поговорим, так сказать, о том, каким именно образом и по каким причинам произошло вот это первое такое великое злодеяние в человеческой истории, убийство одного человека другим. И рассмотрим с вами, как такое вообще стало возможным и почему это произошло. Итак, мы с вами говорили о том, что в земных занятиях, которым посвятили себя Каин и Авель, Священное Писание вот так как бы символически, таким намеком указывает на то, что должно было произойти с каждым из братьев в дальнейшем и на разницу их вообще подхода к жизни на этой земле. И эта разница выразилась и в отношении религиозном. Можно сказать, что Каин и Авель олицетворяют собой два совершенно разных подхода к религии. Можно сказать, даже две разные религии по сути своей. И вот, как об этом говорят краткие, но очень емкие слова Священного Писания. Спустя несколько времени Каин принес от плодов земли дар Господу. И Авель также принес от первородных стада своего и оттука их. И презрел Господь на Авеля и на дар его, а на Каина и на дар его не презрел. Каин сильно огорчился и паник во лице его. Вот такие краткие слова Священного Писания, которые могут вести в нас в такое заблуждение при поверхностном к ним отношении своей простотой. На самом деле история, которая стоит за этими словами, безусловно, намного-намного глубже, чем это может показаться при прочтении соответствующего библейского текста в пересказе какого-нибудь там учебника Закона Божия для тех, кто изучает священную историю. Итак, что же произошло в действительности? Обратим внимание, по возможности, на каждое слово Священного Писания. Спустя несколько времени, здесь вообще в оригинальном тексте библейском стоит такое выражение, которое можно также и истолковать, как в конце года, в конце времен, как говорится. И это может указывать на то, что Каин и Авель совершают жертвоприношение, посвященное сбору урожая. То есть это вот такое символическое окончание года прошедшего, который включал в себя период от сева до жатвы, от зарождения жизни до принесения ею уже плодов, земледельцу и скотоводу. Вот тот праздник, который мы встречаем практически во всех культурах всего мира, начиная с глубокой древности, когда человек приносит богу, ну или богам, как впоследствии уже в языческих религиях это происходило, благодарность за все то, что он получил в результате своего труда и благословения свыше. Но еще один очень важный момент, на который нам стоит обратить внимание. Дело в том, что не случайно здесь говорится о том времени, которое прошло. То есть священное писание доносят до нас ту мысль, что Каин и Авель успели повзрослеть. Ведь каким образом осуществлялось богослужение вот в те древние патриархальные времена? Кто мог приносить жертву? Ведь тогда не было касты каких-то профессиональных жрецов, люди были еще слишком малочисленные. И во всех обществах, где существовали родовые отношения, в них обязанности священнослужителя, обязанности жреца совершал старший в роду. То есть тот, кто возглавлял свой собственный род. И вот это очень такой важный момент для понимания всего происходящего. Священное писание здесь не говорит о том, что это делал Адам. Почему? Потому что совершенно очевидно, что и Каин, и Авель на тот момент стали уже достаточно взрослыми. То есть здесь речь идет о том, что они вступили в пору своего такого полного совершеннолетия, полной своей самостоятельности. Они готовились стать главами каждой своего собственного рода. Адам как бы уже, так сказать, был патриархом своей семьи. Но его дети уже приобретали самостоятельность. Каждый из них уже приобретал свой собственный особый путь. По всей вероятности, это было связано с тем, что они должны были жениться. Может быть, даже уже женились, по крайней мере, Каин. Вполне возможно, что уже был женат. То есть они уже смотрели каждый на себя и друг на друга, что весьма немаловажно. Как на основоположников нового рода, новой семьи. Как уже на своего рода таких патриархов, основателей нового человеческого семейного направления. Это очень важный момент, который объяснит нам то, что происходит в дальнейшем. И, как здесь говорится, Каин принес от плодов земли дар Господу. И Авель также принес от первородных стада своего и от тука его. И презрел Господь на Авеля и на дар его, а на Каина и на дар его не презрел. Почему такая странная избирательность? Чем, собственно говоря, Господу Богу не угодили те земные плоды, которые приносит Каин, причем приносит первый по праву старшинства? Почему он презирает на те труды животноводства, которые приносит ему Авель? В чем такая странная причина этого неприятия? Чем Господу Богу не угодили труды Каина и угодили труды Авеля? Ну, на самом деле, если мы посмотрим внимательно на то, о чем говорится в Священном Писании, то говорится, что Каин просто принес от плодов земли дар Господу. А об Авеле говорится, что он принес от первородных стада своего и от тука их. То есть, по всей вероятности, Каин отнесся к своей жертве, к своему жертвоприношению формально, бездушно. Его отношения с Богом таковы. Он приносит ему плоды от каких-то своих земных трудов, земных усилий, от своего земледелия, для того, чтобы получить земные плоды еще большие, в еще большем числе и количестве. Подход Авеля совершенно иной. Он не просто приносит жертву, он приносит от первородных. Он приносит жертву Богу самое лучшее. Видно его внимательное отношение к жертвоприношению. Он специальным образом отделяет туг, то есть жир. То есть, он специальным образом разделывает вот этих своих овец, для того, чтобы принести именно самую лучшую часть, самую жирную часть Богу. И таким образом обделяет себя в своих земных условиях жизни, в своих каких-то земных удобствах для того, чтобы вот это самое лучшее, самое жирное принести Богу. Он подходит к этому жертвоприношению, можно сказать, творчески. Это уже его такое религиозное творчество. Он настолько благоговеен, что он не может самое лучшее оставить себе. Он это лучшее приносит жертву Богу. Это показывает и его отношение к жизни в целом. То есть, как мы говорили, Авеля из двух сыновей глубже, чем его брат воспринял то настроение, в котором проводили дни своей жизни его родители. Адам и Ева. Их тоска, их скорбь по райскому существованию оказались для него не чем-то чуждым, пустым, не чем-то таким далеким. Он хранит вот эту благоговидную память о Боге. Он является праведным в своей религиозной жизни и в своей жизни земной. Чего, как мы можем видеть, нельзя сказать о Каине, который просто приносит земные плоды по всей вероятности для того, чтобы принести, получить от Бога взамен еще больше этих самых плодов и дарований. Как очень метко говорит святитель Филарет в своих записках на книгу «Бытия», что Каин приносит жертву, но не приносит духа. Его жертва бездуховна. Она не соединена с тем смирением, с тем благоговением перед Богом, которые есть у Авеля. И вот в этом такая глубокая разница. Авель любит Бога. Каину Бог безразличен. Для Каина Бог лишь только источник его земных приобретений. Он целиком и полностью погружен в то, чтобы обустроить свое новое существование на земле. Он пришел на эту землю, он должен научиться на ней жить. Он должен сделать все, чтобы эта земля служила ему и служила его потомкам всеми теми благами, которые она может принести. И Бог в этом отношении лишь только источник, залог того, что это будет происходить, и что эти земные блага для Каина и его рода будут только умножаться. То приобретение, которое стало его отрицательным именем, именем собственным, оно будет только расти и умножаться на этой земле. Вот в чем разница между жертвой Каина и Авеля. Не в том, что они приносят, но в том, как они это делают, с каким внутренним духовным залогом и отношением. И именно поэтому жертва Авеля оказывается принята Господом, а жертва Каина нет. Но каким образом оба брата об этом узнали? Каким образом они узнали о том, что жертва Авеля оказалась благоприятна, принята Богом, а жертвы Каина нет? Ну, здесь зачастую как раз-таки используется какой-то вот такой символ вот этого восходящего ровным столпом дыма от жертвы Авеля, вот этого стелющегося по земле дыма от жертвы Каина. И даже некоторые толкователи предлагают вот именно такой образ, такое вот домысливание Священного Писания, его текста, для того, чтобы пояснить, каким образом это могло происходить. Ну, мне кажется, что это такое несколько поверхностное объяснение. На самом деле никакой необходимости в этом не было. И смысл, который заключен в слова Священного Писания, который не случайно не говорит о каких-то внешних признаках непринятия Богом этой жертвы, он глубоко духовный, глубоко внутренний. И он вполне раскрывается последующими словами Священного Писания, да, где, когда говорится, что «Ана Каина, и Нодар его не презрел», Каин сильно огорчился и поникло лице его. Жертва Каина и Авеля не принимается Богом, и это становится очевидным по тому действию, которое этот религиозный обряд, это религиозное действие производит на душу каждого из братьев. Совершенно очевидно, что Авель получает внутреннюю благодать, благодать Святого Духа, которое утешает и поддерживает его в его жизни, благодаря его благоговению. Он благоговейно относится в своей душе к Богу, и Господь дает ему духовный дар, духовную радость, духовную поддержку. Он укрепляет его в Святую Благодатью Святого Духа. Это именно то, чего не происходит с Каином, и именно благодаря этому мы можем судить, как смог судить об этом и Каин, о том, что Господь не презрел, отверг жертву Каина. Это то, что Каин сильно огорчился и поникло лицо его. Каин за свое неблагоговейное отношение к богослужению, к Богу, лишается божественной благодати. Он не просто не приобретает каких-то духовных даров, но он теряет и то, что у него было. Вот это участие в религиозной жизни приводит его, как мы бы сказали современными словами, в состоянии депрессии, внутреннего опустошения, внутреннего неспокойствия, не мира. Его душа, его дух немирен из-за внутреннего сознания того, что он приступен перед Богом, что Бог не благословляет его, Бог лишает его внутренних духовных сил. И, по всей вероятности, на самом деле, это не какое-то вот такое, на самом деле, разовое событие. Священное Писание говорит только об одном вот таком жертвоприношении. Но на самом деле, безусловно, вообще вся вот эта история Каина и Авеля, она намного более растянута во времени и занимает намного больше времени, чем мы, может быть, привыкли себе это представлять. Не случайно вот все характеристики, которые даются о времени вот этой истории, они носят вот такой вот размытый, обтекаемый характер, да, спустя несколько времени. То есть явно, что это не просто, вот так сказать, один пронес жертву однажды, другой пронес жертву однажды. Души обоих братьев успевают созреть, укрепиться и утвердиться каждый в том пути, который они избирают для себя. Каин не просто совершает какую-то одну разовую ошибку, совершая то жертвоприношение таким именно образом, как об этом говорит Священное Писание. Каин приходит к определенной идеологии и к определенной религии, к определенным религиозным установкам. Для него отношения с миром высшим, с миром духовным заключаются только в средстве для умножения его земного благополучия. И вот это очень важная такая характеристика, которая приводит его к внутреннему духовному кризису, к внутренней духовной катастрофе. Но Каин не просто, так сказать, один раз оступился, он сделал это нормой своей жизни, он настаивает на этом своем подходе как на единственно верном, единственно правильном. Он считает, что человек и человечество, оказавшееся в этом мире, должно главным образом сосредоточиться на своем выживании здесь и на своем преумножении, приобретении земного благополучия. И поэтому его так раздражает Авель. Поэтому Авель с течением времени самим своим образом, своим своим отношением к жизни, к миру, к Богу, становится чем-то абсолютно неуносимым для погрязшей во зле душе Каина. Происходит это не сразу, это происходит постепенно, с течением времени. И вот об этом как раз-таки говорит то, что в течение этого времени Господь пытается вразумить Каина, пытается воззвать в его душе к борьбе с грехом, пытается указать ему на вот ту очень важную, что ли, духовную установку, которая сопутствует жизни, земной жизни каждого человека, на необходимость духовной борьбы со грехом. И это очень важное место Священного Писания. «И сказал Господь Каину, почему ты огорчился и отчего поникло лицо твое? Если делаешь доброе, то не поднимаешь ли лица, а если не делаешь доброго, то у дверей грех лежит, он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним». И о чем это говорит? Господь здесь впервые приоткрывает вот ту духовную реальность, в которой оказывается человек. Человек в этом мире, он не просто должен сосредоточиться на том, чтобы выжить, на том, чтобы приобрести какие-то земные навыки, земные стяжания, которые позволили бы жить здесь ему и его потомкам. Нет. Человек на этой земле в первую очередь должен вести духовную брань с грехом, с дьяволом. То есть здесь Господь уподобляет дьявола как бы тому, что лежит у дверей, то есть тому, что находится как бы постоянно на вот этом пороге человеческого сознания, на пороге человеческой души. То есть грех не просто существует в этом мире сам по себе, как какая-то гипотетическая возможность. Он стремится агрессивно захватить собой все человеческое естество, все человеческое существо и полностью подчинить человека себе. вот это греховное начало, оно обладает особенной вот такой вот энергией. Оно обладает особенным духом. Оно, это начало личностное. Оно стремится к тому, чтобы повелевать человеком, когда в действительности все должно быть наоборот. Человек должен властвовать этим грехом. Он должен держать его вот за этими пределами. всегда держать его за порогом дома своей души. Это то, чему пытается Господь научить Каина. И то, к чему Каин, как мы видим, оказывается совершенно глух. И Господь ставит, то есть он объясняет Каину вот эту связь между тем состоянием внутреннего уныния, вот той депрессии, в которой он находится современным языком, выражаясь, да, и тем воздействием на него греха, который совершается. Не Бог виноват в том, что Каин не получает благодати. Виноват в этом сам Каин, который позволяет греху ворваться в его внутреннее духовное пространство и подчинить все силы его души себе, благодаря тому, что Каин не родит о какой-то вот такой духовной защите, о том, чтобы приобрести внутренние духовные силы, которые позволят ему быть независимым по отношению к вот той продолжающейся агрессии, к тому продолжающемуся стремлению змея, сатаны подчинить себе род человеческий. Тот род человеческий, который, несмотря на грехопадение, все-таки выходит из рая еще с очень большим запасом внутренней благодати. И средство для поддержания, обновления этой внутренней благодати это отношение с Богом, в том числе и начало религиозной, ритуальной жизни. Вот те жертвоприношения, те праздники, которые совершает человек и благодаря которым он постоянно находится в общении с Богом. Каин пренебрегает этой возможностью обновлять себе благодать Святого Духа. И благодаря этому он находится под воздействием греха. Из-за этого и происходит дальнейшее, то, что, к сожалению, происходит с Каином и Авелем. И вот на этом фоне, вот из вот этого внутреннего конфликта и вырастает то, что приводит Каина к убийству его брата Авеля. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Каина «Святой ем 聞ка» «Святой ем Продолжение следует...